Итак, мы продолжаем и на протяжении последнего нашего урока, последнего занятия, но мы с вами рассматривали обособленные стихи. Конечно, мы рассматривали их в контексте, но все-таки это были достаточно небольшие библейские фрагменты. Но те принципы, о которых мы говорили, учета авторства, учета адресата, учета обстоятельств в написании, учета обычаев того времени, учета контекста, учета особенностей, каких-то деталей, подробностей, все эти принципы, естественно, применимы к анализу более обширных библейских текстов. В частности, они очень применимы и очень подходят к анализу ветхозаветного повествования. И на протяжении следующего часа речь пойдет именно об особенностях толкования ветхозаветного рассказа, ветхозаветного повествования. Сначала скажу несколько слов в качестве такого предисловия. Кроме того, о чем мы уже говорили, для анализа ветхозаветного повествования необходимо будет обращать внимание еще на несколько моментов. Во-первых, обращайте внимание на героев и пытайтесь собрать как можно больше информации об этих людях. Поймите, что о них говорится. Причем, начинайте с самого начала. Я имею в виду вот что. Допустим, ваша задача говорить об отношениях Иосифа и его братьев. Возникает искушение открыть место книги «Бытие», где говорится о том, как отец Иаков сделал Иосифу дорогой и ценный подарок, как братья ему начали завидовать, как отец Иосифа любил его больше остальных. И с этого, собственно, вроде бы все и начинается. Здесь завязка конфликта. Нет. Это искушение. Давайте мы ему будем сопротивляться. Завязка раньше. Возникает вопрос. Почему Иаков так любил именно Иосифа? И проявлялось ли это как-то ранее? Завязка конфликта на самом деле, или так, то, с чего надо начинать, на самом деле, это появление героя на сцене. Вообще, в принципе. Когда? От какой из двух жен у Иакова родился Иосиф? Да. Как складывались эти отношения раньше? Есть совершенно замечательный эпизод, когда Иаков некоторым очень интересным образом расставляет свою семью в момент опасности. И Иосиф в этом активно участвует. Нет, пока еще пассивно. Его расставляют. Но как его расставляют, это очень важно. Значит, вот вам завязка. И дальше мы идем по истории и отслеживаем героя. Кто он? Если возможно, узнать, что значит его имя. Какой он? Каков его характер? Каковы его отношения с Богом? Каковы его отношения с другими героями? Каково его место в повествовании? Зачем о нем вообще говорится? Ведь ни о ком из героев не говорится случайно. И дальше уже в свете вот этих наблюдений вы сможете дать истолкование, дать объяснение его поступкам. Эти поступки уже не будут для вас вырваны из контекста. Правда, бывают герои, с поступками которых очень сложно разобраться. Это такие люди, например, как Самсон. Человек кажется непредсказуемым. И здесь люди, занимающиеся библейским исследованием Библии, спорят, не могут прийти к общему мнению. Итак, обращайте, пожалуйста, внимание на героев. Второе. Обращайте, пожалуйста, внимание на развитие сюжета. Герои. Дальше. Сюжет. Также определяйте, как каждое из событий связано с событиями предыдущими и событиями последующими. Возвращаясь к истории об Иосифе и его братьях. Кажется, что там есть одна глава, которая ни в какие ворота не влезает. Идет рассказ об Иосифе. И вот Иосиф, скажем так, мягко исчезает из дома. Его исчезают из дома. А следующая глава кажется совершенно неуместной. Ее можно назвать похождение Иуды. А связана ли как-то эта глава со всем повествованием? Неужели автор священного писания, богодухновенный автор, забыла, о чем шла речь? А может быть, какая-то связь все-таки существует? На эти вопросы полезно давать ответы. Итак, сюжет. Сюжет. И последнее, на что мы обращаем внимание. Общая цель. Общая цель дано повествование. Опять-таки, об этом мы уже говорили. Но вот эту общую цель в интерпретации Ветхого Завета легко упустить. Например, книга Судей. Общая ее цель показать, насколько беспомощен Израиль, когда остается без Божьего водительства, когда предпочитает жить так, как ему угодно, когда каждый делает все, что ему хочется. Это время такое было. Это был такой период в истории Израиля, когда Израиль, попав в обетованную землю, и сказал, а, собственно, все, ребята. Я всего достиг. Мы можем делать то, что нам хочется. И когда смотришь, допустим, даже на того Самсона с точки зрения вот этого времени, он оказывается вполне-таки героем своего времени. Героем, которому долго пришлось... И которому долго нужно было объяснять. И Бог ему все-таки объяснил, что такое призвание, что такое служение, полученное от Бога. Помните, пожалуйста, что вообще говоря, ветхозаветные авторы, когда они писали историю, они интересовались прежде всего двумя героями. Это сам Бог и это израильский народ. Все остальные герои — это представители израильского народа. Но по большому счету ветхозаветная история — это работа Бога, действие Бога со своим народом, через свой народ. Для того, чтобы подготовить этот народ, для того, чтобы через этот народ потом привести в мир Мессию, Спасителя, Христа. И вот эта христоцентричность или христоориентированность Ветхого Завета тоже не должна будет ускользнуть от нашего внимания. С тем же самым Иосифом с одной стороны мы понимаем, что это его жизнь, его трагедия, если хотите, причиненная его братьями. Но, когда братья задумали злое, Бог это обратил на благо. Но потом мы с вами будем читать уже в Новом Завете об Иисусе, и мы увидим параллели. И мы вдруг поймем, что на самом деле через жизнь Иосифа Бог проповедовал израильскому народу. Бог показывал, что такое покаяние, что такое искупление, что такое прощение. Вот это общая цель, вот это общее направление. Задавайтесь, пожалуйста, вопросом, а зачем? И когда вы об этом думаете, вы будете обращать внимание на детали, на подробности, которые иначе от вас могли бы просто ускользнуть. А теперь давайте попрактикуемся. У нас есть студенты, которые подготовили небольшие выступления, но после этих выступлений мы с ними будем беседовать. Начнем свой рассказ «Забытие» 37 главы с 1 по 36 стих. Хотя в 37 главе мы видим преимущественную историю Иосифа, но так как она тесно связана, неразрывно с его братьями Иаковым, то мы можем читать такое, что вот житие Иакова. Иосиф, он был сыном Иакова и также сыном Рахиля. Он был радостью и гордостью Иакова. Такое предпочтение он отдает своему сыну, потому что его история жизни и история жизни Иосифа будет очень схожа. Также они подверглись братской ненависти и тяжелой участи их жизни. После того, как указывает, сколько лет Иосифу после 17-летнего возраста, было сказано, что он был молод. И еврейские оттолкователи, они видели какую-то детскую непосредственность в его жизни. И это вызывало очень сильную ненависть со стороны братьев. Это было бы как предшаг к ненависти его братьев. Иосиф, он пас скот вместе со своими другими братьями. И к нему очень были братья близкие от Вала, это Дан и Нефаналим, и от Зефа, Гат и Асир. Но к первым он был ближе, потому что их мать была рабыней их матери Рахиля. И после ее смерти она заменила Вениамину и Иосифу, но стала им как мать. Непосредственно после упоминания о том, чем занимались братья и сам Иосиф, сообщается первая причина ненависти братьев к Иосифу. Это стало предпосылкой того, что Исаак подарил своему сыну Иосифу красивую одежду. Также особая любовь к Иосифу Иакова мотивируется тем, что он был последним сыном, то есть сыном его старости. Но и Сахарь, и Завулон, сына Лии, они также были рождены в то же самое время, и Вениамин был самым младшим сыном. Почему же такая любовь проявляется Иакова к Иосифу? Мы можем это видеть лишь в том, что Рахиль была любимой женой Иакова, поэтому он был рожден в любви. И он также отличался красотой тела и добродетелью души. Это вызывало очень сильную любовь Иакова к Иосифу. Также он свою любовь доказал тем, что подарил ему одежду, то есть как бы своему первенцу. Это послужило большей ненавистью его братьев к их брату. Это мы все видим на протяжении 37-й главы. Также но наивысшая ненависть она достигла к Иосифу, когда он начал рассказывать своим братьям ах его снага. Это вызвало наибольшую пика их ненависть. После того, как отец спасал его в Сихен, он не мог найти своих там братьев, и он направился до Фан, это в 120 километров от Хеврона. Увидев еще издали своего брата, братья, кроме Рувима и Иуда, а также Вениамина, они решили убить, то есть погубить своего брата. Предпочтение убить исходило от Симеона, а также от Левия, но больше склоняется к тому, что от Симеона, так как мы можем это видеть в последующих главах, что Симеон был оставлен в Египте именно как заложник, то есть получается, что он был самым главным мотиватором убийства Иосифа. Братья, они предлагают убить Иосифа и бросить его в рог, но самым добродушным оказался Рувим, так как он не захотел это сделать, и он сначала отошел, чтобы найти более другой выход, как можно поступить с братом, но злодейство и коварство других остальных братьев не дали им покоя. Иосиф, он был продан мадьянским и измаильским купцам, которые в своей очереди впоследствии сбыли его и продали в Египет Патифару. Увидев окровавленную одежду своего сына Иосифа, Иаков, он оплакивал о потере своего самого любимого сына. Однако это преступление братьев, оно влечет за собой и другую сторону, то есть другой грех, это грубый обман отца. На этом мы видим окончание 37-й главы с 1-го по 36-й стих. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Далее нам рассказывается в 38-м стих это «Позор Иуда». Как бы эти два стиха они не связаны между собой, но именно здесь мы видим и другую сторону и жизни Иуда. то есть получается идет рассказ о братьях. В главе с 38-й с 1-го по 30-й стих мы говорим об Иуде и Фомаре. Фомарь она была невесткой Иуды и после гибели первого сына первого сына Иуда Иуда хотел, чтобы его второй сын должен был жениться на Фомаре. То есть он к ней зашел, но разгневал Бога. И поэтому после этого Иуда решил, чтобы Фомарь была дома одна и ждала третьего сына, чтобы тот к ней вошел. Но ничего не происходило. И кроме того Иуда он хотел чтобы именно вот эта традиция была, чтобы умерший брат чтобы жена умершего брата она была замужем за другого либо родственника или за брата. И это практиковалось и практикуется до сих пор в Библии. Практиковалось. Но Фомарь за то, что она была зачала от Иуда но Иуда об этом не знал он решил ее сожечь за блуд и то, что она делала плохое. Возможно этот он обычай был заведен в Ханаан европейцами. Также Фомарь она установила вину Иуда в своей беременности используя в качестве доказательств это печать перевязь и трость. Поскольку хитийские законы позволял отцу жениться на вдовевшей невестке Фомарь не была подлежена этому сожжению. То есть она превзошла его в своей можно сказать даже хитрости. Она схитрила и Иуда это понял. Этим заканчивается 30 глава. 38 глава с 1 по 30 стиха. Долгожданная встреча братьев происходит в Египте. Они пришли просить у фараона хлеба. И какую картину мы видим? Иосиф узнает братьев, но они его не узнают. А существует несколько причин, почему братья не узнали его. так как Иосифу было 17 лет, когда его продали в рабство. Сейчас ему было уже 38 лет. И за этот большой срок он изменился. Также они были уверены в том, что Иосиф погиб. И они никак не могли предположить, что Иосиф мог занимать такую большую должность. Перед нами предстает картина, которая очень сильно бросается нам в глаза. Это как обращается Иосиф со своими братьями. было очень суровое обращение. Он их обвинил, что они соглядяем. И мы можем допустить, что в Иосифе в первое время боролись два противоположных чувства. С одной стороны это ненависть к братьям, обида, месть, но с другой любовь. И впоследствии мы увидим, что любовь поборола эту ненависть. Также бросается в глаза нам, как Иосиф смог схитрить и без сомнения имел для этого доброе побуждение. Во-первых, он хотел, чтобы у своих братьев пробудить совесть. Во-вторых, он хотел узнать известие об отце и его младшем брате. И в-третьих, это уберечь своего младшего брата от своих братьев. Заключив братьев под стражу, он хотел побудить в них раскаяние за преступления, которые они совершили над ним. И мы видим в главе 42 стих 21, что это ему удалось. И говорили они друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания других душ его, когда он умолял нас, но они послушали за то и постигло нас горе. Они испытывают угрызение совести за вину перед Иосифом. И в главе 42 стих 22 Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его. Мы видим, что раскаяние братьев заставило Иосифа расплакаться, его дотронуло до самого сердца, и отошел от них он, и заплакал, но он смог перебороть эту боль и выйти к ним. Мы видим, что Иосиф настолько любит своих братьев даже за то, что они над ним сделали, что дает им не только хлеба, но и возвращает все серебро, которое они должны были платить за этот хлеб. Также в стихе 36-м прослеживается то, что братья чувствовали свою вину от того совершенного момента до сия дня, и об этом их упрекает скрытно Иаков. Он говорит о том, что они виноваты в том, что произошло с их братом Иосифом. Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете в седину мою, с печали мою, гроб. На протяжении всей своей жизни Иосиф беспокоится об отце. И опять же это прослеживается в главе 43-й стих 7-й. Они сказали, расспрашивал тот человек, о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, если у вас брат. Опять же мы видим, что когда приходят братья второй раз, Иосиф задает такой же им вопрос в главе 43-й 27-й стих. Он спросил их о здоровье и сказал, здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он. И здесь в главе 43-й мы наблюдаем встречу Иосифа со своим младшим братом Вениамином. Он говорит такие слова, «Да будет милость Божия с тобою, сын мой!» Под напором воспоминаний и сильных чувств он прослезился, и он оставляет их. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. Умыв с лица все свои слезы, он приглашает их к столу. И здесь прослеживается очень такой сильный факт, который дает нам задуматься о том, что братья для него очень сильно значат его жизни, так как он приглашает их за стол. И там присутствуют египтяне. А мы знаем, что египтяне не могли есть с евреями, потому что евреи ели ту пищу употребляли, скота, которую египтяне почитали как за божество. И в этом прослеживается сильная любовь к его братьям. Также доказывает нам в 43 главе о том, какой был пир и как он угощает своих братьев. Это стих глава 43, стих 34. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ними. А на востоке по обычаю кушанье от старшего выражало очень большую почесть для гостя, а когда увеличивалась порция, это означало особенное уважение к гостю. После трапезы, как они собрались ехать домой, братья, мы наблюдаем хитрость Иосифа с целью испытать привязанность братьев к Вениамина. И он приказывает положить чашу серебряную к одиннадцатому брату в мешоке. И что делает слуга? И мы видим слугу, когда он находит у одиннадцатого брата чашу, какое выражение имеют братья. Они в шоке. И сильное потрясение происходит. И мы видим, что они раздирают свои одежды и, возложив каждый на осла свою ношу, возвращаются в город. А также несколько лет назад, когда случилась беда с Иосифом, его отец сделал так же. Это говорит о том, что они действительно оскорбили, что Вениамина больше не будет с ними, так как они понимали суровость Иосифа по отношению к Вениамину, которая будет. Иосиф, желавший видеть именно такое отношение к Вениамину, смог это доказать себе. Дальше мы видим со стиха 18 по 34 в главе 43, 44, как Иуда разговаривает с Иосифом, и это прекрасная речь в Новом Завете, одна из прекраснейших. И это сильно показывает любовь его к Вениамину. И также во всей библейской истории это одной из сильнейших показателей любви. Иуда в этих стихах показывает печаль своего, печаль, что брата больше с ними не будет. Также любовь Иакова к Вениамину, что Иосиф сам заставил привести брата опять же. И также, что Иуда будет винить себя в смерти своего брата, если с ним что-то случится. И также получается, что Иуда будет винить себя в трех смертях. Это в Иосифе, также то, что умрет его отец и умрет его брат. В 45 главе мы видим, как сильные чувства наполняют Иосифа, и он больше не может скрывать то, что они его братья. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него, и закричал «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. Вот эти два стиха показывают нам, насколько любовь, которую он имел к братьям, была в его жизни всю жизнь. То есть, несмотря на то, что они предали его, он настолько их любил, что эта любовь смогла простить предательство, которое они совершили над ним. И в дальнейшем мы видим, что Иосиф делает все для своих братьев, чтобы их уберечь от голода. Он дает им самые лучшие одежды, и он также говорит им, что сказать фараону, для того, чтобы их направили в самые лучшие места, где они смогут жить. И самая главная, наверное, цель, что хотелось показать читателю из всей этой истории, она записана в 45-й главе в 8-м стихе. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня сам фараону и господину во всем доме его, и владыку во всей земле египетской». То есть мы здесь осознаем, что все, что произошло, это было предначертано, и благодаря этой истории смог выжить не только род Иакова, но и дальнейшее поколение, которое было у них. Спасибо. субтитры